Деяния святых апостолов чтения О, не мемо! Вот не он и Бысь идущим апостолам на молитву От раковица некой имущий дух Пытлив среди нас Я же тяжа немного Да я же господем своим волхвующий Та, последовавши Павлу И нам зы ваша глаголющий Си, человеки, раби Бога Вышнего суть И же возвещают нам путь спасения Се же творяше на многие дни Стужив же сей Павел И обряща духа величе Запрещаю ти именем Иисуса Христа Изыди из нея Изыди в том часе Видивше же Господи я Яко изыди надежды стяжания их Поемше Павла и силу Влекоша на торг ко князем И введше их к воеводам реша Сии, человечи, возмущают град наш Иудеи суще И завещевают обычаи Иже не достоят нам Приимать и не творить Римлянам сущим И снитися народ на них И воеводы, растерзавшие им ризы Веляху, палецами бить их Ноги же давшие им раны Садиша в темницу Завещавши темничному стражу Твердо стрящи их Иже таково завещание прием Сади их во внутреннюю темницу И ноги их заби в кладе По лунощи же Павел И сила молящася Пояста Бога По слушах уже их юзницы Внезап уже трус бысть вери Яко поколебатися основанию Темничному Отверзоши же сия Обе двери вся И всем юзы ослабеша Возбучи же темничный страж И видев отверсты Двери темницы Извлек нож Хотяше себе убити Меня избегша Юзники Во гласи же глазом Вели им Павел глагола Ничтоже сотвори себе зла Сибо есть мызде Просив же свящи Вскочи и трепетен быв Приподи к Павлу и силе И извеет их вон рече Господи Что ми подобает творите Да спасуся Он ажерикоста Верой во Господа Иисуса Христа И спасешися ты И весь дом твой И глаголос ты ему Слово Господне И всеми же в дому его И поем я в той час Ночи измый от ран И крестисья сам И своему все обие Ведь же я в дом свой Постави трапезу И возрадовайся Со всем домом своим В первых Богу Мир течущему И духове твоему Кому мудрость Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя Во время ону Мимо еды Иисус В виде человека Слепа от Рождества И вопросиша его Ученицы его Глаголющим Рави Кто согреши Сей ли Или Родителя его Яко слеп Родися Отвеща Иисус Не сейся греши Ни родителя его Но доявятся Дела Божия на нем Мне подобает Делать и дела Пославшего мя Донде же день есть Приидет ночь Егда Никто же может Делать им Егда в мир В мире есть Свет есть Миру Сия рек Плюну на землю И сотвори брения От плюновения И помаза очи Брением слепому И рече ему Иди Умойся в купели Силамске Еже сказается Послан Иде Уба И умыся И прииде Видя Соседи же И и же Бяху Видели его Прежде Яко слеп Бе Глаголаху Не сей Ли есть Сидяй И просяй Ови Глаголаху Яко Сей Есть И ни Яже Глаголаху Яко Подобен Ему Есть Он же Рече Глаголаху Яко Аз Есть Глаголаху Же Ему Глаголаху Никас Отверзосте Се Очи Отвеща Он И рече Человек Нарицаемый Иисус Брение Сотвори И помаза Очи Мои И рече Ми Иди В купель Сила Амлю И Умыся Шедже И Умывся Прозрех 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 Реша же ему, паки, что сотвори тебе, како отверзе очи твои, Отвеща им, рекох вам уже, и не слыша с тем, что паки хоще те слышать им. Игда и вы ученицы, мы же Моисеовы, есть мы ученицы, мы вемы, яко Моисеови глагола Бог, Сего же не вемы, откуда есть, отвеща человек и рече им, осем бодим наесть, Яко вы, невесте, откуда есть, и отверзе очи мои, Вем же, яко грешники Бог не послушает, но аще кто, Бога чтец есть, И волю его творит, того послушает. От человека несть слышано, яко кто, отверзе очи слепу рожденну, Аще не бы был сей от Бога, не могл бы творить и не чесожен. Отвеща ша и реша ему, во грестех ты родился, есть и весь, И ты ли не учиши, и изгнаша его вон. Слыша ша Иисус, яко изгнаша его вон, и обрет его рече ему, Ты веруешь ли в Сына Божиям, отреща он и рече, Кто есть Господи, да верою в него. Реша же ему Иисус, и видел и сие гон, И глаголей с тобою то есть, Он же рече, верую Господи, И поклонись ему. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, может быть кто-то И в жизни своей это видит Да И поэтому должны мы с вами помнить о том Что не только мы за свою душу ответственны За свое спасение Но ответственны мы, братья и сестры И за своих детей Это мы с вами должны всегда помнить Но Господь показывает Совершенно другие причины Его недуга Он говорит не Он, если грешил, не его родители Но чтобы на нем была явлена Слава Божия И исцеляет вот этого вот немощного слепца. Так, братья и сестры, Господь показывает, что порою скорые болезни, испытания человеку посылаются не по его личным грехам, не по грехам его родителей, а посылаются по незреченному промыслу Божию ради его спасения. Почему так иначе происходит, мы знать не можем. Это великая и для нас и может быть даже страшная тайна. Потому что действие промысла Божия, оно незреченно, оно не исследовано нашего самотленного ума. Никакая наука человеческая, знание человеческое, какое-то хитросплетение мыслей наших, оно не может этого исследовать и это объяснить. Но когда мы следуем путем духовной жизни, поверивая в Господа Иисуса Христа, мы со временем, приобретая какой-то духовный опыт, видим с вами, что все это посылается человеку исключительно Господом для нашего с вами спасения. И по-другому мы с вами, к другому выводу, мы никак прийти с вами не можем. Был такой ученый, математик, Паскаль, и вот он говорил такие слова, что Господь временами ложит человека на лопатки, чтобы человек имел время взглянуть на небо. И ведь действительно очень праведные и справедливые слова, потому что часто Господь посылает нам скорби, испытания, искушения, болезни для того, чтобы напомнить о себе, для того, чтобы человек покаялся, покаялся в своих грехах, в своих неправедной жизни, покуда еще это время жизни у него есть, покуда еще есть возможность этого покаяния, потому что когда эта жизнь кончится, уже покаяния для нас с вами, братья и сестры, не будет. Поэтому это время надо нам ценить и Господа за такую возможность благодарить. А самое страшное для нас это что? Это безверие. Безверие это то, что нашу душу погружает подлинно во мрак, и она страшнее любой духовной болезни, телесной болезни, любой телесной слепоты, потому что телесные болезни, они со смертью тела тоже умрут, тоже прекратятся. А душа предназначенная для бессмертия, для вечности, если здесь будет отягчена грехами, поражена всякими страстями, пороками, то с ней они в вечность, к сожалению, и уйдут. Поэтому здесь нам надлежит в них покаяться, здесь стремиться от них исцелиться. И пусть же, братья и сестры, сегодняшние Евангелия о слепце и всякое евангельское чтение, всякое поучение нам преподавания Матерью и Церковью нас учит стойко и твердо держаться верой православной неотступно, потому что она есть залог нашей с вами вечной жизни. И пускай вот в этой жизни, какие бы мы не встречали с вами тяготы, искушения, мы их с помощью Божьей, с благодарением преодолевали, и невзирая ни на что, никакие соблазны вот этого мира, да, мы сами достигли подлинно Царства Божьего. Господь напомилует всех нас. Аминь. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Братья и сестры, сегодня уже последнее воскресение перед отданием великого и светлого праздника Пасхи. Сегодня мы с вами вспоминаем слепого, слепого, который был слепой от рождения и которого исцелил Христос и сделал его зрячим. Где такое могло быть видано, чтобы человек исцелил слепорожденного. Естественно, в этой истории главным является прежде всего это исповедание Христа Богом, которое было в конце самого повествования, когда Христос сказал о том, что Он есть Христос и этот слепой поклонился Ему в пояс. Но самое интересное, наверное, другое то, что очень часто остается за гранью внимания. Наше празднование Пасхи начиналось с дня Антипасхи. Или день Антипасхи это как бы подобие Пасхи, как, впрочем, каждое любое воскресенье во время всего года до Пасхи. И этот день же мы вспоминали Фому, неверием которого многие утвердились. И сегодня тоже мы слышали в этом евангельском повествовании в самом начале, когда ученики радостные, следуя за Христом, воспринимая все его учения, складывая все в сердцах и душах и умах своих, вдруг столкнулись с так называемым когнитивным диссонансом. Мы все знаем о том, что очень часто наши болезни, наши скорби это результат нашего грехопадения. Это индивидуальная вещь, к слову сказать, потому что грех, понятие индивидуальное и очень красочно довольно-таки по этому поводу говорила праведная Матрона Московская, блаженная. Она говорила, что каждая овечка будет подвешена за свой хвостик. То есть каждый будет отвечать исключительно только за свои грехи. И вот когда они увидели этого слепого от рождения, они явно его знали, потому что уже не первый год они ходили по Иерусалиму, видели это, и они знали, почему он родился слепым, и вот они вдруг усомнились, а как же так? А кто же тогда согрешил? Он или его родители? Он не может, он родился таким. Вот в тропе матери там сознания нет. По большому счету наши дети начинают отвечать за свои грехи уже только с сознательного возраста, когда они осознанно начинают грешить. Осознанно врать, осознанно красть, осознанно драться, обзываться и так далее. Но дети есть дети или родители. И на что Господь сказал, что нет, не он и не родители его. А эта болезнь была к славе Божией, для того, чтобы была явлена слава Божия. И вот это вот любопытство или попытка докопаться до истины этих апостолов, сопровождавших Христа, она очень полезна. Полезна в том, что вот мы с вами очень часто, дорогие мои, не пытаемся найти причину. Хотя очень много молитв, которые мы с вами читаем, и вот сегодня тоже я специально обратил внимание, что почти во всех молитвах, которые священник читает во время литургии, есть слова о том, чтобы Господь просветил истину, чтобы открыл нам правду. И это очень важно. Почему? Потому что можно научиться многим книгам, многим наукам, можно иметь семь пядей во лбу, но если у этого человека не будет никогда вот этой вот духа, этой любознательности, духопытливости, вот этой попытки дознаться, добраться до конца истины или до конца стакана. У лауреата Нобелевской премии Вернера Гейзенберга есть буквально такая очень хорошая красивая фраза, она мне очень нравится, он говорил, что когда начинаешь пить из стакана естествознания, то вначале становишься атеистом, но на дне этого стакана тебя ожидает Бог. Поэтому для меня всегда было очевидным, что наука и религия это всегда идут вместе и это всего лишь два языка, два разных языка познания этого мира. это не говорит о том, что мы с вами, возможно, необученные, необразованные люди не должны искать истины, мы должны искать повседневно. Если главным нашей жизни будет Христос, если главным мерилом нашей жизни будет Евангелие, то мы обязательно докопаемся до этой самой истины. И что самое удивительное, вы удивитесь, но вы когда ее откроете, во-первых, вы обретете мир и спокойствие, во-вторых, очень часто она будет противоречить вашим знаниям или вашим чаям. Мы молимся и очень часто просим у Господа исцеления, просим помощи, но при этом забываем сказать, как Христос говорил во время гефсиманского моления, не моя воля будет, но твоя. Если бы в тот момент Христос вдруг захотел, чтобы была его воля, конечно же, тысячи ангелов пришли и спасли его, но был бы это промысел Божий, ну, определенно он явно не мог так поступить, а мы можем и мы поступаем. Мы говорим Господи, но твоя воля будет не моя, но твоя, при этом, а лучше, если было так. Вот в тот момент, как только вы подумали, а лучше было бы, если бы так, в этот момент вы уже отказались от своей первой фразы, первой части. И вы уже ничего не получите, потому что вы не доверяете Богу, как доверял этот слепой. Смотрите, Христос взял, помазал ему глаза брением, то есть он и так был слепой, а он еще его обмазал грязью и сказал, иди в села, иди в купель ту и умойся. К слову сказать, сегодня мы знаем, что ему надо было пройти путь, ну, около километра, где-то 800 метров. это немалое расстояние даже для слепого, который привык жить слепым. То есть он на себя, пока шел, обратил внимание практически всех, кто к нему, с ним встречался. Идет такой вот весь слепой и измазанный грязью. Он прошел этот путь, он умылся. И вот за это доверие. И, ну, наверняка были насмешки, пока он шел, за то доверие, что сказал ему Христос, отправив его к этой села купели, он получил прозрение. И прозрел не только телом, глазами своими, но и прозрел духом. Потому что у него хватило после этого сила и мужества исповедовать Христа Христом и исповедовать, и не только исповедовать, но и отстаивать его. Кто из уидеев фарисеям и прочим книжникам и начальствующим в Синедрионе сказал, что не может человек, которого не слушает Бог, сотворить такое чудо. А он явно слушает Бога. Значит, он действительно Бог его послушал, потому что только Бог мог такое чудо сотворить. И поэтому говорит, что он грешник, это неправильно. Даже то, что он сделал, это в субботу. Он отстоял его. Когда Христос его встретил, он прямо открылся и ему сказал, я Христос, я твой Спаситель. И он поклонился и я уверен, что до конца своей жизни он сохранил эту верность. Верность, которая открывается, которая в принципе является все-таки актом нашей воли, свободной воли. И вот это очень важно, дорогие мои. В сегодняшнем Евангелии важно то, что мы должны быть, во-первых, пытливы, то есть искать истину, искать ее везде и повсюду, где только возможно, во всех наших скорбях, во всех наших проблемах пытаться найти Бога и увидеть этого Бога. Я знаю, что вы разочаруетесь. Бог, Он там есть, да, но окажется, что не совсем то, Он хотел от нас, потому что через несколько ступеней, через несколько причин наследственных связей, если бы мы, конечно, могли системно мыслить, мы увидим, почему Господь нам попустил это испытание. И мы возрадуемся и обрадуемся и поблагодарим Бога за это. А некоторые слепые останутся так и дальше в своем ропоте, в своей гневливности, в своей злобе не только на ближних, но и на Бога самого. К сожалению, такое тоже есть. Ну и, конечно, это тема для отдельной проповеди, но сегодня все делается для того, чтобы мы не пытались строить эту цепочку причинно-следственной связи и доходить до самого Бога. Знаете, примерно так, чтобы вы поняли, в Евангелии есть несколько повествований о родословии Христа. Матфея, оно начинается от Бога и заканчивается Христом, а у Луки начинается от Христа, от родителей Его и заканчивается Богом. Так вот, мы должны как раз вот таким вот образом искать причины своих скорбей, своих болезней именно таким образом от себя и до Адама и Бога. Вот тогда мы, конечно же, будем вместе с Богом и тогда, знаете, что бы там ни было, но мы будем счастливы. Мы будем счастливы в этой жизни. Тогда мы будем, научимся быть кроткими, научимся быть миролюбивыми, научимся быть жаждущими и алчущими праведности Божией. Слово сказать, слово правды в Евангелии, которое упоминается в этом, это означает не какую-то правду, такую, знаете, нашу мирскую, а правду, праведность Божию. То есть, то, к чему, то есть совершенство по большому счету. Миролюбие, когда научимся быть миролюбивыми, и в конце концов даже будем страдать за Его имя, за Его Христа. И вот тогда, да, мы будем смело себя называть сынами Божьими. И тогда, да, мы действительно будем счастливы в этом мире. Христос воскресе! Христос воскресе! Субтитры создавал DimaTorzok